Они могут подорвать и уже готовность есть. Это крымский титан. Они его проминировали, подходы проминированы, кислотоприемники проминированы, емкости с хлором, с реагентами, там тоже уже заряжены. Они, кстати, почему его и начали минировать буквально недавно. Они уже прогнозировали наш выход справа на левый берег, форсирование Днепра и заход в Армян через несколько дней. То есть они уже были готовы его подорвать при подходе наших сил. А то подорв крымского титана имеет военную целесообразность. Потому что, я думаю, запорожский атомный проблем не будет, а вот с крымским титаном там надо будет думать. Пане Романе, вы как раз таки про титан крымский, про армянский узгадали. И действительно, в этой зиме на Тимсо окупованном півострове было помещено размещение техники на цьем заводе. И так же даже подорвали війська радіаційного, химичного и биологического захиста ЗСРФ. От про наслідки, вы скажете, что запорожская атомная электростанция понесет даже меньше наслідки, чем подорв крымского титану. Можете пояснить, почему и чи будет это так же спробой остановить контрнаступ ЗСРУ? Да, то есть крымский титан, он все-таки на пути движения наших войск. Предполагаемого движения наших войск через перекоп. Подрыв химреактивов или химического этого предприятия, как минимум, создаст определенное облако и заражение местности с определенной плотностью. Но перекоп, можно сказать, будет заражен до деактивации и до выполнения определенных работ. Войска пройти могут, войска в химзащите пройти могут, там несколько десятков километров, даже если это будет заражено. Но снабжение войск и, по крайней мере, подготовка к проходу химически зараженного участка, оно потребует определенного времени, еще где-то несколько недель. Как раз с военной точки зрения, это то время, когда войска могут переформатироваться, противника перегруппироваться. Потому они могут это сделать. Подорвать и положить это облако в районе перекопа. Потом с ним возиться придется, конечно, долго. Химическое заражение, особенно ввод пойдет, и сам по себе самый широкий вход в Крым. Несколько лет придется нам его зачищать. А вот с Запорожской атомной станцией, как раз из-за того, что нет военной необходимости. Ну, абсолютно, никакое там, ни одно направление движения, ни одних войск не проходит. Потому я не думаю, все-таки, сам даже механизм. Я думаю, даже в этих генштабах они не учитывают, вернее, не просчитывают этот вариант по поводу подрыва Запорожской атомной. Вот вы вспомните, как они занимали и уходили с Чернобыльской атомной. То есть заняли на мягких лапах, я бы сказал, и уходили оттуда. Там чуть ли не подписали акт приема передачи командира части, который захватил Чернобыльскую атомную. Он подписал акт приема передачи с директором станции. Они к этому относятся довольно-таки. Пан Романе. На жаль...